Знаете, я много раз в жизни задавалась вопросом, почему среди моего поколения, людей там 30-40, ну может быть 45 лет, как-то вот стыдно не знать, ну например, кто из наших режиссеров привез в этом году Каннского льва, ну или за что Иосиф Александрович получил свою Нобелевку по литературе. Как-то вот неловко быть не в курсе последних политических событий или, например, не знать, какой курс доллара на сегодня, такой моветон пропустить последнюю книгу Прилепина или Пелевина, но вот не знать, какой такой геном на медне расшифровали ученые, расшифровали ли вообще, весь ли геном, что такое вообще за геном, что такое ген, или что там за частицы, например, ускоряются в коллайдере, это вроде как нормально. Вот проведите, попробуйте эксперимент среди ваших друзей, попросите их объяснить, что кодирует ген, или как в клетке орудует вирус, или что такое ДНК, или что такое гравитация. Я вам точно говорю, результат будет более чем плачевный. А почему, собственно говоря? Вы думаете, эти вещи как-то меньше влияют на нашу жизнь, чем курс доллара? Зря вы так думаете. Понятно, почему, собственно говоря, так происходит. Все-таки в последние 20 лет российская наука находилась в таком загоне, что даже у самых интересующихся обывателей интерес к ней окончательно иссяк. Ну, понятно, что до недавнего времени не было недостаточного количества книг или журналов научно-популярного характера. К счастью, сейчас ситуация меняется. Но мне кажется, есть еще одна существенная причина. Это то, что мы, такие, казалось бы, важные 30-40-летние дядьки и тетки, очень боимся задавать вопросы, тем самым обнаруживая свое незнание. Вот этот страх нам, по-моему, вдолбили еще в советской школе очень прочно, и он до сих пор с нами остался, со многими из нас, по крайней мере. Сказать «я чего-то не знаю», признаться в этом, как мне кажется, задачка для многих довольно сложная. Для меня, кстати, тоже. Но меня спасает мое врожденное любопытство, а задавать вопросы я умею и люблю. Уж очень хочется разобраться. Вот сегодня, например, вместе с нашими гостями в студии, я попытаюсь разобраться хотя бы в первом приближении, что же такое ген. В первом приближении. Эксперты в студии. Михаил Гельфанд. В Китае с генетической точки зрения был очень мудрый закон, что вместе с государственными преступниками казнили всю семью. Известен не только исследовательской, но и общественно-научной деятельностью. Кандидат в физико-математических наук. Доктор биологических наук. В настоящее время зам директора по науке Института проблем передачи информации РАН. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Денис Ребриков. Дело в том, что генетическая программа, ее можно сравнить, например, с программой на стиральной машине. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности молекулярная биология и генетика, а также Институт биоорганической химии. Имеет степень MBA. Доктор биологических наук. В настоящее время является директором по науке в биотехнологической компании ДНК-технология. В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева. Спасибо нашим гостям за то, что пришли. Я предлагаю начать с самых таких, знаете, популярных вопросов, ответы на которые являются, наверное, самыми распространенными поводами для различного рода спекуляций, связанных с генами и с генетикой. Будем разбираться. Итак, первый вопрос. Существует ли ген бессмертия? Денис Ребликов. Есть такое рассуждение, что старение и смерть как таковая индивида для живых систем не являются обязательным требованием к живой системе. Простым таким доказательством того, что живая система бессмертна является то, что мы все в череде поколений проносим генетическую информацию от какой-то клетки, которая когда-то на заре эволюции зародилась. Есть примеры, когда вроде бы мы не видим старения у многоклеточных даже живых существ. Вот я изучал кандидатскую диссертацию, сделал по изучению маленьких плоских червячков, у которых так получилось в природе, это не ученые так сделали в природе, у них нарушилось половое размножение, они не умеют размножаться, откладывая яйца. А они размножаются только ростом в длину, и этот червячок в какой-то момент перешнуровывается, половина червяка ползет налево, половина направо. И эти червяки живут тысячи, может быть, миллионы лет, неизвестно, сколько они живут, но это клон фактически. При этом у него есть глазки, рот, даже какой-то мозг небольшой, то есть он вполне себе такой, почти как человек. Есть другие примеры. Генов небось только же. Да, генов столько же, да. И размер генома, кстати, такой же, как ни странно, примерно. Так вот, и есть другие примеры организмов бессмертных. Вот, скажем, некая медуза, Туритопсис, по-моему, она умеет вообще делать очень хитрую вещь. Дело в том, что генетическая программа, её можно сравнить, вот, например, с программой на стиральной машине. Стиральной машинке обычной. Когда вы ручку заводите, ну, раньше такие были, сейчас я не знаю, более электронные, но раньше была ручка. Вы её поворачиваете, и она у вас оттикивает назад, такой таймер. И он в какой-то момент включает определённые этапы программы. Там сейчас залив, потом стирка, потом отжим, потом опять заливаем воду, опять там полоскаем и так далее. Вот есть организм, как минимум один, который умеет эту ручку, как бы там перещёлкивает некий механизм, и эта ручка начинает тикать в обратную сторону. То есть эта программа считывается в обратном порядке. Все в основном крутят эту ручку в одну сторону, но некоторые умеют переключать и крутят её в обратную. Значит, теперь вот, собственно, мысль. Дело в том, что программа развития, вот очень хорошая, мне даже понравилось сравнение со стиральной машинкой, у неё есть старт и стоп, да? И вот всё, что внутри написано, это всё одна программа. То, что мы стареем, то, что мы умираем, это заложено в нашей, ну, давайте скажем так, в нашей генетике. И, наверное, я, по крайней мере, думаю, что это так будет, мы разберёмся, как эта программа функционирует, где нужно или можно поставить какие-то затычки в этой программе. Если сравнить с компьютерной программой, в коде нужно написать go to step one и зациклировать эту программу, чтобы она крутилась на одном и том же шаге, и таким образом мы сможем избежать программного старения живой системы, вот того, которое заложено в генетике. Но здесь возникает другой вопрос, что для сложных систем, очень сильно многоклеточных, таких как вот люди, например, мы настолько сложно устроены, настолько много в нас клеток, что время от времени какие-то клетки сходят с ума и становятся асоциальными. Что такое рак? Рак – это клетки, которые перестали вести себя по законам, написанным для всего сообщества. Они перестают подчиняться требованиям, они ведут себя асоциально и говорят, нам всё равно, мы не будем реагировать на ваши сигналы, на ваши законы и на полицию нам начхать. И тогда эта система разваливается. Вот с такими асоциальными элементами мы тоже сейчас прорабатываем, скажем так, методы борьбы, но вот почему-то мне кажется, что мы раньше поймём, как остановить эту программу, чем научимся очень эффективно побеждать появление асоциальных клеток. То есть, простыми словами говоря, мы станем бессмертны, но мы будем умирать от раков. В первом приближении. Далее в программе. Вот есть такие традиционные общества, которые очень аккуратно следят за генетикой. Михаил Гельфард, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук. В Соединённых Штатах Америки это селектированная популяция, популяция, отобранная по признаку склонности к новому. Денис Ребриков, директор по науке в биотехнологической компании ДНК-технология, доктор биологических наук. В первом приближении. Пожалуйста, следующий вопрос. Насколько генофонд нации определяет её историю? Другими словами, существуют ли какие-то определённые гены в определённой социальной группе, которые влияют на то, что с этой социальной группой или с этой нацией, собственно говоря, происходит? Так, я пожалуй... Поведенческий, может быть, геноповедение каким-то образом. Ну, геноповедение, конечно, есть. Есть гены, которые определяют там темперамент. Но тут опять есть такой хрестоматийный пример. Значит, есть белок, который работает в голове, ну, в мозгах, собственно, в клетках мозга, значит, и кодирует рецептор одного из нейромедиаторов. Нейромедиаторы – это вещества, которыми там обмениваются клетки в мозге, значит, друг друга включая и выключая. У этого белка есть несколько вариантов. Есть вариант, который связан с тем, что психологи называют поиск нового. Значит, это простандартный психологический тест, ну, вот на некоторое, так сказать, шило в задницу, грубо говоря. А дальше смотрели частоту этого варианта в разных популяциях. И там наблюдения замечательные. Например, этого варианта... Вот частота такого вот варианта, который связан с поисками нового, она растёт монотонно в Америке от севера к югу. Ну, в смысле, среди индейцев, среди такого населения аборигенного. Совершенно понятно, почему. Ну, так, интерпретация очень простая. Америка заселялась через Берингов пролив. Чем больше в популяции было людей с этим вариантом, тем дальше она шла. Значит, этого варианта очень много среди белого населения Австралии. Если вспомнить историю Австралии, то понятно, почему, да? Туда селяли преступников, преступники в значительной степени, так же, как всякие авантюристы. Искали себе приключения. А искали себе, да? Да, так сказать, ищут себе приключения, да. Этого варианта практически нет в Китае. А тоже понятно, почему. Значит, в Китае очень давняя традиция государственности, в которой с генетической точки зрения был очень мудрый закон, что вместе с государственными преступниками казнили всю семью. Значит, соответственно, этот вариант вычищался довольно легко. Вот если это пример к тому, про что вы спрашиваете, то, да, там варианты генов, вообще говоря, могут влиять на какие-то социальные события. Денис? Ну, да, я вот эту мысль тоже немножко разовью. Точно существует влияние социума, того, как он организован, на генетику популяции человека, безусловно. Вот некоторые примеры здесь были приведены. Еще один такой яркий пример, неизвестно, так сказать, насколько он действительно таков, скажем так, с научной точки зрения, не доказано, что, например, очень большой процент изобретений, то, что сейчас называется инноваций в Соединенных Штатах Америки, связан с тем, что это селектированная популяция, популяция, отобранная по признаку склонности к новому, готовности сделать что-то новое. Вот просто бросить все, например, сесть на корабль, уплыть в неизвестность и надеяться на свои собственные силы. И получается, что если мы обогатили популяцию такими генотипами, то в итоге мы получаем некий социум, который по этому признаку очень силен. И в данном конкретно, вот на данном этапе развития человечества, это с точки зрения социума выигрышный признак, безусловно. Наоборот, если вы лучших людей нации целенаправленно уничтожаете, то можно себе представить, что с ней будет. Если вы, например, целенаправленно, я скажу так, уничтожаете несогласных, несогласных, нонконформистов, если вы, например, поддерживаете конформность в обществе, тем, что элиминируете, истребляете людей с определенными свойствами, то вы постепенно получаете популяцию с заданными свойствами, то есть людей очень, так сказать, согласных с тем, что происходит сейчас, и, соответственно, не готовых генерить какие-то новые вещи. В первом приближении. Далее в программе. Мы дадим этой генетике реализоваться. Мы скажем, давай, стартуй, беги вперед. Денис Ребриков. Доктор биологических наук. Директор по науке в биотехнологической компании «ДНК-технология». У умных родителей могут быть умные дети, просто потому что умные родители их хорошо воспитывали. Михаил Гельфант. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Зам. директора по науке Института проблем передачи информации РАН. Доктор биологических наук. В первом приближении. Пожалуйста, следующий вопрос. Насколько зависит интеллект человека от его генетики? Действительно, почему один умный, а другой дурак? Один учится с удовольствием, с желанием, и память хорошая, и цепкая, и способность к обучению какая-то, можно сказать, врожденная, а у другого нет. Существуют ли на самом деле генспособности к обучению? Или это, может быть, миф какой-то? Это очень сложная комбинация признаков, которые мы совершенно не понимаем. Там, несомненно, есть генетическая составляющая, хотя это проверяется понятно. Там очень трудно аккуратно задать вопрос, потому что у умных родителей могут быть умные дети, просто потому что умные родители их хорошо воспитывали. Поэтому это проверяют на каких-нибудь однояйцовых близнецах, которые были разлучены в младенчестве и оказались, вот смотрят, корреляции вот такого сорта. Это очень тяжелое, действительно, просто трудно материал набрать. От чего это зависит? Ну, опять, есть простые, так сказать, ситуации просто, скажем, тяжелого слабоумия или легкого слабоумия, когда понятно, что это какой-то конкретный ген испортился, нейроны не так растут. А вот в целом способности к обучению, ну, по-видимому, мы не понимаем совсем, кроме вот общего факта, что кида, это в значительной степени генетически определено. Но, опять-таки, вот за счет, значит, тут тоже вещь, которую полезно понимать, что, хотя свойства действительно в значительной степени записаны в кеноме, их проявление зависит от взаимодействия с окружающей средой. Да, такой вот есть замечательный пример, есть ген, который предрасполагает к аутизму, то есть у носителей этого варианта. Ну, не ген более точно, а вариант, так сказать, конкретного гена, среди носителей которого аутистов гораздо больше, чем в популяции в среднем. Но он проявляется только если с ребенком очень плохо обращались в раннем детстве. Вот если у него было счастливое, спокойное детство, то этот вариант никак не проявится. А если человека без этого варианта обижали в детстве, но он это как-то перенесет, а этот вариант просто делает более уязвимым. Если воздействия не было, то, так сказать, эта уязвимость никак не проявилась. Вот, и вот когда мы говорим, скажем, про гены, которые определяют интеллект, вот это вещь, которая критически зависит не только от генетики, но и от воспитания и, так сказать, среды. Ну, хорошо, а если с высоким интеллектом женщина и мужчина, у них, получается, дети, они в прекраснейших условиях воспитываются, дальше этот эксперимент повторяется и так далее, и так далее. В конце концов, может быть, выведена, извините за такой термин, как особь человеческой породы, которая превосходит по ряду признаков интеллектуальных обычного человека? Ну, несколько сотен лет, я думаю, можно, да. А вообще вот к Евгенике вы как относитесь? Там характерные времена просто не такие, чтобы про это всерьез разговаривать. Да. Давайте я тоже в эту тему пару слов скажу. Вот есть... Ну, тут нужно понимать, что генетика, она задаёт некие границы, возможно. Ну, вот рост, например. Вот есть некий разброс значений, которые ваша генетика допускает. Но если вас кормить плохо, вы будете пониже. Если вас кормить хорошо заставляет висеть на турнике, вы будете повыше. Вот этот разброс значений для каждого признака свой. Вот генетика разрешает вам шагать вправо-влево в каких-то признаках. Для каждого набора признаков. Для каждого набора признаков. Набора вариантов генов даже более точно. На небольшой, скажем, интервал, на 5 сантиметров вправо или влево. А есть такие наборы признаков, где этот разброс колоссален. Вот всё, что касается интеллекта, обучаемости и так далее, здесь настолько широкий, по-видимому, разброс этих значений, что мы его почти никогда даже не понимаем. При заданном наборе генов, при заданном наборе вариантов генов. Да, вот есть эксперименты на млекопитающих, на крысах, на мышах сделаны, которые показывают, что, например, если мы всех животных выращиваем в обычных условиях, то этот разброс, скажем, ну и каким-то способом мы умеем определять умных мышек и глупых мышек потом. В лабиринте, наверное. В лабиринте, например, заставляем их ходить. То мы видим, что вот в этих обыкновенных условиях все мышки получились примерно одинаковыми. Конечно, какие-то более умные, какие-то менее, но они все более-менее одинаковые. А вот если мы, например, создадим для них очень разнообразные условия в процессе их вырастания, жизни, скажем, их взросления, да, дадим им какие-то, ну там, я не знаю, колесики там, лазалки, домики и так далее, то есть создадим такую разнородную среду, то мы увидим, насколько существенным получится разброс финальный. То есть мы дадим этой генетике реализоваться. Мы скажем, давай, стартуй, беги вперед. Вот. В этом смысле, конечно, как из часто про головной мозг, про мозг человека говорят, что мы используем очень небольшой процент от наших возможностей. Вот в данном случае люди в большинстве своем, они используют только очень небольшой процент от разрешенного им генетикой. Они не выбирают то, что в них заложено. Я думаю, так. Спасибо за все полученные ответы. Да, Михаил. Если я тоже добавлю, это замечательная, действительно, тема. Есть замечательный пример, когда обезьян люди растили в семье. Вот есть несколько таких известных, действительно, примеров. Причем, вот просто действительно их растили, с ними все время общались. Значит, оказывается, что таких обезьян можно научить знаковому языку, но такому, который глухонемые используют. И они достигают уровня четырех-пятилетнего ребенка. То есть они вполне этими знаками общаются, они придумывают новые комбинации знаков. Там есть замечательные съемки, как мать-шимпанзе учит своего детеныша этому знакомому языку. То есть, на самом деле, не только люди не выбирают полностью возможности своего мозга, но и обезьяны не выбирают полностью возможности своего мозга. В первом приближении. Далее в программе. И если в двух словах, то люди с такими вариантами генов не чувствуют негативных последствий от выпивки. У каждого человека есть два варианта каждого гена, от папы и от мамы. Денис Ребриков. Директор по науке в биотехнологической компании «ДНК-технология». Доктор биологических наук. Михаил Гельфанд. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Доктор биологических наук. В первом приближении. Давайте поднимем еще одну тему, которая, как мне кажется, обросла большим количеством мифов. Очень хорошо, что специалисты сегодня здесь присутствующие могли бы развить эти мифы. Вопросы, которые касаются генетической предрасположенности русского народа к алкоголизму. Итак, следующий вопрос. Есть ли геналкоголизма у русских? Я тут специалист в этой области, отчасти занимаюсь генетикой, в том числе этой группы генов. Сам по себе термин геналкоголизма, он немножко некорректен. Существуют такие варианты, такие комбинации генов в организме человека, которые являются предрасполагающими к развитию этого заболевания, алкоголизма. И если в двух словах, то люди с такими вариантами генов не чувствуют негативных последствий от выпивки. У них нет похмелья. Они получают только удовольствие от того, что они употребляют алкоголь. И вот это само по себе похмелье, оно, безусловно, является неким защитным фактором для человека. Человек понимает, что да, сейчас, конечно, ему будет хорошо, но завтра ему будет очень плохо. И это ограничивает людей в употреблении алкоголя. Или через час. Да, или через какое-то небольшое время. А есть люди, действительно, которые могут выпить много алкоголя, и никакого негатива они от этого не ощущают ни через час, ни завтра. И вот у таких людей генетика, можно сказать, она является предрасполагающей к развитию данного заболевания. Есть популяционные генетические исследования, и вот мои в том числе с коллегами, где мы изучаем разные популяции российские на предмет частот, таких генотипов. Ну, обобщая, можно сказать, что в целом российская популяция никак принципиально не отличается от, скажем, европейской, от белого населения Соединенных Штатов Америки по частоте данного признака. Скажите, пожалуйста, а вот научным методом можно вмешаться в структуру генома человека и там что-то такое подправить, чтобы у человека, которого нет похмелья на утро, оно появилось? Значит, способности современной науки манипулировать, собственно, геномом, тем более геномом уже, скажем так, взрослого организма, они очень ограничены. Есть целый ряд методик, которые разрабатывают специально для лечения наследственных заболеваний, которые основаны на том, что мы как бы подправляем генетику. Например, некоторые формы рака можно лечить путём встраивания в клетки, ну, скажем, рака мозга, в клетки мозга конструкций неких генов, основанных на вирусах, когда мы как бы добавляем гены в наши клетки взрослого организма, добавляем какие-то гены и тем самым меняем свойства этих клеток. Так скажем, генная терапия такая получается. Но это очень специальная, очень узкая область медицины, которая на сегодняшний день, в общем, в зачаточном состоянии находится. Понятно, что мы будем в этом направлении двигаться. Наверное, мы научимся более точно и широко манипулировать генами, даже во взрослых организмах, но пока ещё очень слабо. Я бы здесь попробовал уточнить. Значит, во-первых, когда мы говорим про геном взрослого человека, тут надо понимать, имеем ли мы в виду тот геном, который передаётся по наследству, или мы имеем в виду ДНК каждой из многих миллионов клеток, из которых этот человек состоит. Вы не можете вмешаться в геномы миллиона клеток. Вы можете создать только отдельную популяцию. Действительно, есть попытки лечить разные болезни путём создания клона клеток, которые будут что-то делать. Например, если у вас диабет, то вы можете надеяться в поджелудочной железе создать клон клеток здоровых, которые потом распространят. В общем, есть какие-то отдельные болезни, которые локализуются в отдельных органах. Кровь – это фактически тоже орган. Можно пытаться создать популяцию здоровых клеток, которые постепенно вытеснят неправильно, ну или их просто будет достаточно для того, чтобы какое-то вещество делать. Вот такого сорта, значит, это то, что сейчас называется генной терапией. Это, вообще говоря, не есть вмешательство в геном человека, который передаётся по наследству. Вот если у человека есть, скажем, наследственная болезнь, определяемая одним геном, даже если вы сделали человеку популяцию клеток, где эта ошибка исправлена, и этот человек здоров, потому что у него такие клетки есть, то дети у него всё равно будут носителями того же самого варианта. Поэтому вот когда мы говорим про многотлеточные существа, значит, там, по-видимому, возможна, так сказать, частная вмешательность. Ну, там делают, я не знаю, в лабораторных, так сказать, целях делают, скажем, мышей, у которых что-то передаётся по наследству. Выбитые гены, которые действительно, так сказать, но это не чинить, это, наоборот, ломать. Ломать всегда проще. А если мы говорим про бактерии и про, так сказать, то есть, честная часть биотехнологий, таки, да, основана на... То есть, практически, на самом деле, практически все, да, основаны на том, что вы вмешались в геном бактерии и заставили её что-то делать. Например, человеческий инсулин тот же самый. Он производится... Вот. А есть генномодифицированные организмы, где вы, таки, да, вмешались и создали новые свойства. И оно, таки, да, передаётся по наследству. Да, Денис, вы хотели добавить. Да, вот вы упомянули этот термин Евгеника. Не буду распространяться на эту тему долго, но вот здесь мы... Такую мысль хочу высказать. Мы же можем не столько менять генетику, скажем, текущего человека или будущего человека, сколько мы можем вмешиваться в отбор. Например, на сегодняшний день, если у родителей известно для них, что с вероятностью 50% у них родится тяжело больной ребёнок, и с вероятностью столько же, 50%, ребёнок будет здоров, то современные методы генетического тестирования позволяют нам выбрать на очень ранней стадии, фактически на стадии нескольких клеток, те эмбрионы, которые не будут болеть, ну, люди, которые не будут болеть. Не будут носителями варианта гена, которые вызывают болезнь. То есть мы можем сегодня вот таким образом вмешиваться в проведение, отбирать тех людей, которые будут здоровы, и в каком-то смысле это, безусловно, влияние на генетику человека, скажем, на популяционную точно. А есть другой вариант того же самого. Вот в традиционных обществах, где абортов или тем более экстракорпорального оплодотворения делать никак нельзя, но зато кто вступает в брак, решается там старейшинами. Вот есть такие традиционные общества, которые очень аккуратно следят за генетикой, и они просто... Например, где такие общества? Ортодоксальные евреи. Там есть болезни, которые имеются как раз в этой популяции, там даже известен эффект основателя, неизвестно, у кого мутация впервые проявилась, там какой-то Рэбе, который жил в Праге в 16 веке. Вот всё и опуск. Вот. И там просто следят за тем, чтобы люди, у которых... У каждого человека есть два варианта каждого гена, от папы и от мамы. И большинство генетических болезней устроено так, что если у вас один вариант плохой, а другой хороший, то вы не болеете, но вы являетесь носителем потенциально. Если теперь встретилось вот два человека, которые являют... Сами не болеют, но являются носителями, с вероятностью одна четвёртая, у ребёнка придут оба плохих варианта, и он будет болеть. Это, собственно, классические миндальевские заболевания. И дальше просто следят, чтобы такие люди не вступали в Праг. Мы придём, безусловно, я вот в этом уверен, мы придём к тому, что будем отбирать из всего разнообразия возможных детей у данной пары тех детей, которые по каким-то причинам или этой паре, или врачу, или кому-то ещё нравятся. Не нужно создавать нового. Нужно просто отбирать из колоссального разнообразия вариантов существующих. И к этому мы отчасти пришли в случае с предрасположенностью к наследственным заболеваниям. И, наверное, это будет развиваться дальше. Просто мы перестанем смотреть на какие-то тяжёлые заболевания, начнём смотреть, например, на такие, ну, как в анекдоте, там, хочу голубоглазенькую белокуренькую. Да, вот, пожалуйста. Но это происходит массово, потому что мальчиков и девочек отбирают... Уже сейчас. Только так. Да, уже вот Китай там страдает... Но при этом полезно понимать, что вот на том уровне, на котором мы сейчас находимся, мы можем говорить либо про, так сказать, тяжёлые и так ярко проявляемые заболевания, либо про очень простые признаки. Уже даже с цветом глаз на самом деле... Уже сложнее. То есть мальчик и девочка – тяжёлые, не тяжёлые заболевания. Ну, это вопрос буквально нескольких, может быть, лет, небольшого периода времени в плане понимания интерпретации. Про тяжёлые признаки. Ну, опять-таки, про простые признаки возможно, а там про обучаемость, я думаю, это не несколько лет, это всё-таки больше. Ну, просто как в магазине через какое-то время. Да, да. Ну, через очень большое. Ну, в первом приближении можно сказать, что практически как... Да, вы будете выбирать между, допустим, десятью вариантами на выбор, вам сделают такой генетический паспорт вашего потенциального ребёнка, вы прочтёте их и скажете, вот этот мне больше всех. Но как в магазине... Именно что как в магазине, а не как на фабрике. То есть в магазине есть там 20 сортов, значит, молока, но это не означает, что вы можете сами придумать, какое вы хотите. Вы всё-таки выбираете из того, что есть. Скажите, а вот никакие социальные взрывы с этим не могут быть связаны, как вы думаете? Ну, то есть это же... Да, и есть социальный взрыв, там мальчиков существенно больше, чем девочек, и хреново живёт с этим лишним мальчиком. В первом приближении. В первом приближении. Эксперты в студии. Ген – это кусочек вот этой вот длинной молекулы. Михаил Гельфант. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Доктор биологических наук. Ген – это нечто, что определяет какое-то из наших свойств. Денис Сребриков. Директор по науке в биотехнологической компании ДНК-технология. Доктор биологических наук. В первом приближении. Я полагаю, что если вы слушали первую часть нашей программы, вы наверняка убедились в том, что генетика и открытия, сделанные в этой науке, за последнее время уже влияют и будут всё сильнее и сильнее с каждым годом влиять на нашу с вами жизнь. Но, положа руку на сердце, вы вот, например, понимаете, хотя бы в самом первом приближении, что такое ген. Может быть и нет. Может быть и нет. Я предлагаю не полениться и разобраться с этим вопросом, даже если вы чистый и потомственный гуманитарий. Свой вопрос я адресую Михаилу Гельфанту. Итак, что же такое ген? Ген – это участок в молекуле ДНК, которая содержится в каждой клетке каждого организма и, собственно, является носителем наследственности. Значит, в каждой клетке есть молекула ДНК. Она довольно длинная. Состоит из таких элементарных единиц четырёх сортов. В каком-то смысле можно рассматривать просто как текст, как такую непрерывную строчку, записанную буквами. Те самые четыре буквы. А, G, T, C, да? Вот эти буквы. В ней закодированы белки, из которых мы состоим, ну, собственно, которые работают в организме. Есть генетический код, который задаёт правила пересчёта из алфавита вот этих, они называются нуклеотиды, в язык белков. И ген – это кусочек вот этой вот длинной молекулы, ну, там, несколько страниц этого текста, которые кодируют конкретный белок. На ваш взгляд, Денис, вот какие самые фундаментальные открытия, которые и сейчас, и сейчас не опровергнуты в классической генетике, в современной генетике, вы бы могли отметить? Во-первых, исследователи поняли, что действительно существует нечто передаваемое по наследству, некие элементы, кодирующие то, каковы мы есть, наши признаки, наши особенности. Вот это можно тоже в первом приближении назвать геном. Ген – это нечто, что определяет какое-то из наших свойств. Скажем, цвет лепестков, цветочка, или там форму каких-то листиков у растения. И поскольку признаков у каждого организма много, то, опять же, в первом приближении можно сказать, что каждый признак кодируется каким-то геном, и мы наблюдаем в череде поколений, что они передаются вдруг от родителей к детям, причём по неким законам. Скажите, а есть ли признаки, которые кодируются сразу несколькими генами? Конечно, большинство признаков кодируются многими генами. Вот яркий пример, может быть, это будет интересно слушателям, заболевания людей. Есть так называемые моногенные заболевания наследственные, это когда нарушение всего одного гена приводит к какому-то тяжёлому отклонению в развитии, тяжёлому заболеванию, очень часто даже летальному. Есть заболевания, которые развиваются только в случае некой комбинации нарушений в нескольких генах. И, скажем, учёным гораздо проще, конечно, проще найти причину моногенного заболевания, потому что для этого, грубо говоря, нужно перебрать 25 тысяч вариантов и найти тот ген, который не работает у данного больного. А если, представьте себе, для развития заболевания нужно нарушение в пяти генах, то математики меня поймут. И на сегодняшний день, конечно, огромные силы брошены на то, чтобы понять, как разные сочетания генов влияют на то, каковы мы есть. И, наверное, на сегодня в генетике и в геномике это мейнстрим, это одно из ключевых направлений. Так, спасибо. Какое ещё из открытий вы бы отметили? Следующее. Ну, да, я так в явном виде открытия-то не выделил. Но вот всё-таки повторю. Начало самое. Первый тезис – это то, что мы поняли, что есть нечто, что передаётся по наследству и определяет какие-то наши свойства. Потом, наверное, следующий большой шаг – это мы поняли, что за носитель вот этой информации, вот этих свойств, его структуру – это, собственно, молекула ДНК. Наверное, это очень важный был шаг. И, собственно, открытие структуры ДНК Уотсоном и Криком дало огромный толчок к тому, чтобы мы начали, в конце концов, уже смотреть на детали, скажем так, на то, как на самом деле закодирована информация, сколько её, какая. И то, что мы на сегодняшний день вот называем. Мы знаем последовательность генома человека. Конечно, шагом, первым шагом к этому стало открытие структура ДНК. Ну, дальше очень большой спектр открытий, которые сложно выделить какие-то вот явно вырывающиеся вперёд по своей значимости. Ну, наверное, то, что мы поняли, как информация, открытие генетического кода, расшифровка, точнее, генетического кода. То есть одно дело мы понимаем, что информация записана на этом носителе, вот сравним с компьютером. Мы можем сказать, вот мы знаем, что программы записаны на жёстком диске. Вот эта болванка, у неё там некий металлический диск стоит, вот считывающая головка. Но мы не можем понять, что записано на этом жёстком диске, пока мы не понимаем структуру организации этой информации. Что там, я не специалист в компьютерах, но там есть какие-то бутсектор, там какие-то структуры этого диска и так далее. Вот когда исследователи расшифровали способ превращения, скажем так, последовательности нуклеотидов в ДНК в аминокислоты, мне кажется, что это тоже очень существенный был шаг вперёд. Это открытие можно сформулировать как расшифровка генетического кода. В первом приближении. Вот о чём хотел спросить. Правильно я понимаю, что когда говорили о том, да, вот, в общем, недавнее относительно событие о том, что геном расшифрован, да, это означает, что учёные поняли, за что отвечает каждый ген, какой белок, какой признак он кодирует. Или это означает нечто другое? Нет, и вот это как раз очень обманчивая метафора. Когда говорили, что геном расшифрован, имели в виду, что перехватили сообщение. То есть просто прочитали этот текст в том смысле, что его ДНК плавало в пробирке, а теперь мы её имеем в виде последовательности символов в компьютере, чтобы понимать, у человека это 3 миллиарда примерно букв, у бактерии это, ну, кишечной палочки, скажем, такой стандартный организм, это примерно 3-4 миллиона, при этом генов у человека 25 тысяч белок кодирующих, у бактерии примерно 3 тысячи. Вот. И, ну, собственно, современная биология в значительной степени состоит в том, что мы пытаемся расшифровать, вот в том смысле, в котором сказали вы, понять, какой ген, ну, и Денис про это говорил, понять, какой ген за что отвечает. А с другой стороны, чем больше мы знаем геномов, тем больше мы понимаем, сколько ещё генов, там, сколько ещё белков существует, про которые мы не знаем ничего. А каково соотношение? Вот то, что мы знаем, и то, что мы не знаем, предположительно хотя бы. Ну, смотрите, для бактерии, вот если пришёл геном новой бактерии, про которую ничего не известно, то я думаю, что примерно про половину генов их функции можно сказать просто сразу, довольно точно. Если у неё есть хорошо изученные родственники, то это будет, там, три четверти. Вот. Ну, а дальше как получится? Вообще говоря, мы сейчас находимся в стадии линейного роста, то есть прирост информации на самом деле происходит быстрее, чем наша способность к её осмыслению. В этом смысле, так сказать, мы бежим уже не впереди паровоза, а за паровозом. Вот. Поэтому ваш вопрос, на самом деле, надо разделить на два. Вот когда мы всё будем знать про те гены, про которые мы знаем сейчас, что они существуют, и это, по этим, будет, ну, в какое-то разумное время, ну, там почти все скажем. А второй вопрос, что за это время придут новые, про которые мы не знаем ничего. Мы секвенируем, определяем последовательность геномов, там всё новых и новых существ, и видим там, вообще говоря, всё новые и новые гены, которые кодируют новые и новые белки. Важаем в случае, как это видится сейчас. Давайте я такое сравнение проведу. Вот давайте сравним организацию живой системы, живой организм с просто организацией, коммерческой структурой. И каждый сотрудник у нас будет ген. Ну, и у нас такая будет странная коммерческая структура, где все сотрудники разные. Ну, или хотя бы немножко, но разные. Это нормально. Вообще, действительно, вряд ли есть организация, где там много близнецов работает. Вот сравним. И на каком этапе мы находимся сейчас? Во-первых, мы знаем, сколько в этой организации работает сотрудников, предположим, 25 тысяч человек. Хорошо, это мы уже как-то себе поняли, посчитали. Сейчас мы находимся на этапе понимания их должностных инструкций. Вот мы для какого-то процента сотрудников уже прочли их должностные инструкции. Но обратите внимание, даже если мы все 25 тысяч должностных инструкций будем иметь в компьютере, это не значит, что мы с вами сможем сказать, чем эта организация занимается. и как она, например, будет переживать вот этот кризис какой-нибудь там, предположим. Пройдет ли она стресс-тест, и как пройдет. Это другого порядка вопрос, это другая совсем сложность. Вот сейчас, я повторюсь, мы находимся на этапе прочтения их должностных инструкций, но даже когда мы будем их знать все, это не значит, что мы с вами предскажем, как эта система, поймем, как эта система работает. То есть мы не понимаем иерархическую структуру в этой системе, да? Иерархическую структуру по должностным инструкциям в первом приближении понимаем, потому что за стражной инструкцией написано, кто кем командует. Но мы не понимаем, как она будет работать, как целая. И я к этой аналогии еще добавлю, что вот Денис взял организацию, как она есть сейчас, но эта организация, она же выросла из одного человека. То есть там был некоторый отец-основатель, но в случае организма это вот оплодотворенная яйцеклетка, которая потом делилась, и первые клетки были одинаковыми, а потом они стали становиться разными. И вообще говоря, это было записано в геноме с самого начала. Представим себе эту организацию, вот как она возникала. И разные клетки... Вот теперь, если считать, что должностная инструкция это целый геном... Это называется устав. О, замечательно. Устав у них один. Да, вот устав, да, вот как человек из коммерческой организации, вы знаете, что как называется правильно. Вот устав был один с самого начала. И разные гены являются, вот разные должностные инструкции являются вообще, говорят, частями, так сказать, этого устава. И каждая клетка, в каждой клетке функционирует разный набор людей. Вот если мы теперь смотрим на многоклеточный организм, то у нас на самом деле есть не одна организация, а очень много, которые все изначально имели один и тот же устав, а выросли, вот каждая клеточка выросла на самом деле во что-то другое. И набор должностных инструкций, вот набор генов, вообще говоря, одинаковый, но при этом в каких-то клетках одни гены работают, а другие молчат, в каких-то клетках работают почти все, ну и так далее. И на самом деле, вот когда мы говорим про регуляцию, вот это то и есть. Регуляторные взаимодействия определяют, какие гены работают вот в данный момент времени, в данной ткани, в данных условиях. И второй аспект, который потрясающе интересный, на самом деле, по-видимому, даже самый интересный, что есть в биологии, это как это возникало в ходе эволюции. Теперь же мы можем посмотреть аналогичную организацию, но в прошлом веке, и она была устроена немножко по-другому. А тысячу лет назад она была устроена, вот армия, скажем, да, она была устроена еще совсем по-другому. А там пять тысяч лет назад армии не было вообще. И вот смотреть, как развиваются уже теперь целые организмы, что происходит с их геномами, что выражается в том, что они меняются. Вот это на самом деле, по-видимому, самое интересное, что есть в биологии. Теперь уже Денис это слово сказал, теперь я его могу говорить. Михаил Гельфард, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук. В первом приближении. Если мы говорим об эволюции, вот эти мутационные изменения, которые происходят, они происходят вот так вот маленькими-маленькими шажочками, или они каким-то образом накапливаются, накапливаются, а потом раз, происходит какой-то раз и сдвиг такой большой. Или это и так, и так происходит? Каким образом? Это хороший вопрос. Мы не напрасно задумывались. Ну, во-первых, скорее всего, конечно, и так, и так. То есть есть маленькие изменения, которые влияют на функции отдельных генов. Ну, там любимый пример всех – это способность взрослых пить молоко. Вот у большинства млекопитающих белок, который расщепляет молочный сахар, экспрессируется, вот теперь уже Денис это слово сказал, теперь я его могу говорить, только у младенцев. В какой-то момент соответствующий ген, который кодирует этот белок, перестаёт работать. Есть регуляторный механизм, который говорит, что вот в какой-то момент, и даже примерно понятно, почему так получается, потому что нехорошо, когда подростки конкурируют с младенцами за молоко матери. Поэтому подростки просто молока пить не могут, у них там понос начинается. А теперь человечество, так сказать, научилось скотоводству в какой-то момент, и молоко оказалось доступно вообще говоря всем, и конкуренции не создаёт. И у скотоводческих народов, у довольно значительной части населения вот этот регуляторный механизм, который отключает способность пить молоко взрослым, он поломался. Значит, там сломалась просто вот регуляторная как раз последовательность. Теперь соответствующий белок, который расщепляет молочный сахар, вырабатывается у всех. И ясно, что это очень полезная мутация с точки зрения её носителя, поэтому она распространилась у скотоводческих народов, а у земледельческих этого варианта как не было, так и нет. Это как бы такая точечная, так сказать, постепенно распространяющаяся изменения. А если аналогичная мутация случится в гене, который работает не у подростков, а когда-то очень рано, там на стадии, там, не знаю, восьмого клеточного деления, да, когда ещё просто есть кучка клеток, то последствия будут гораздо более серьёзными, да, вы фактически вмешиваетесь в регуляторную программу на очень ранней стадии, и тогда уже может вырасти что-то совсем другое. Большинство таких мутаций не очень хороши, но как, смотрите, опять, вот есть мутация, которая у мух дрозофил ломает развитие крыла, то есть просто получаются бескрылые мушки. С точки зрения дрозофил, которые живут у нас, это плохая мутация, потому что им полезно летать, там, искать себе пару. А с точки зрения мух, которые живут на маленьком острове, на который дует сильный ветер, эта мутация на самом деле хорошая, потому что если ты пытаешься летать, то тебя, скорее всего, оттуда удует в море. А если ты просто ползаешь, то ты, конечно, не так эффективен в поиске партнёра, скажем, или в поиске нового гнилого яблока, но ты хотя бы выживешь. И вот там это бралось, действительно, вот есть на островах живут бескрылые дрозофилы с понятной мутацией, которая вот в тех условиях оказалась полезной. Эта мутация уже гораздо более глубокая, она включается раньше, она, так сказать, убивает на самом деле целый орган, да. И вот это, по-видимому, можно назвать макромутациями в вашем смысле, и, ну, это как раз то, что я говорил, вот это, пожалуй, самое интересное, что бывает, это взаимоотношение развития и эволюции, вот, одного конкретного организма и эволюции видов в целом. А дальше? Или как генетики изменят нашу жизнь в ближайшие десять лет? Прогноз экспертов. В первом приближении. Эксперты в студии. Денис Ребриков. Директор по науке в биотехнологической компании ДНК-технология. Доктор биологических наук. Михаил Гельфарт. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Доктор биологических наук. В первом приближении. У меня самый последний вопрос. Давайте вот на моём примере. Вот я там, женщина 35 лет, я собираюсь ещё завести ребёнка, я каждый день ем, я пью воду, я хожу по улице, я дышу вот этим воздухом, да. Вот если я, например, по максимуму буду в своей жизни оставшейся использовать все научные достижения, которые уже сейчас существуют и будут существовать и будут появляться, да, в области генетики. Возьмём вот, скажем, следующие 10 лет, да. Каким образом будет меняться моя жизнь и как она будет вообще выглядеть, если я действительно по максимуму буду использовать всё, что сейчас наработано генетикой. То есть я имею в виду репродуктивную функцию, я имею в виду еду, питьё, воздух и, может быть, даже образ жизни. Ну, то, что применительно, да. Во-первых, применительно к генетике человека. Вы будете использовать препараты, таблетки, прописанные вам по анализу вашей генетики. Целое направление сейчас, так называемая фармакогенетика, когда мы понимаем, что не все таблетки, таблетки не одинаково действуют на людей. Индивидуальное лекарство. Индивидуальное лекарство. Ну, или, скажем так, индивидуальное прописывание. Индивидуальное прописывание лекарств. До такого, чтобы специально для вас делать таблетку, до такого не дойдёт. Ну, за определённые деньги, я думаю, дойдёт. Нет, это дело не в деньгах, а в понимании. Зачем, если можно разделить людей на 100 групп и очень точно прописывать? Или на тысячу, например, или на 10 тысяч. Да, вот до индивидуального подвора существующих лекарств, да, идёт, или там, скажем, определение дозы. Так. Вот, конечно, тут можно спорить, но я считаю, что появится выбор детей, потенциально возможных, скажем, детей по их генетическим особенностям. Да, очень важно, да, мы об этом говорили. По простым, ну, заведомо сможете выбрать мальчика-девочку. Через процедуру ЭКО, например. Сможете выбрать папу так, чтобы, значит, не возникло случайно, это не могло возникнуть случайно, так сказать, плохого сочетания вариантов, но это то, что мы обсуждали, для, так сказать, для тяжёлых болезней. И, по-видимому, для каких-то простых признаков сможете выбрать. Ну, для очень простых всё-таки. Вроде роста, да? Не, рост тяжёлый, мы обсуждали. Ну, цвет глаз, наверное, можно будет придумать. Вот просто цвет глаз и рост. Мы можем, например, сейчас из таких признаков, мы можем сейчас говорить спортивный профиль индивида, например, будет он силовым или он будет, скорее, такой легкоатлетичный. Мы можем сказать по ребёнку. И вплоть до того, что сейчас уже в некоторых странах пытаются отбирать детей в группы определённых видов спорта по анализу генетики, потому что некоторые дети генетически не достигнут, вот видно по генам, они не достигнут наилучших результатов, что обычно требуется, когда выращивают олимпийцев, вот они точно не достигнут лучших показателей в мире, они станут олимпийскими чемпионами. Но при этом могут быть очень успешными, скажем, на уровне города или штата. Могут, да. Вот там, опять-таки, норма, вот этот вот интервал, в котором можно реализоваться, он очень широкий. Ну, в спорте высших достижений нас интересуют какие-то крайние хвосты. Ну, там спринтеров-стайеров можно смотреть. То есть выбор будущего ребёнка во многом будет зависеть от его... Хотите ли вы, чтобы у него был шанс стать олимпийским чемпионом по тяжёлой атлетике? Я поэтому сказала, что не целиком зависит, а во многом зависит. Да, и будет ещё такое направление, оно уже сейчас есть, как попытка подогнать ваш образ жизни и вашего ребёнка, соответственно, под вашу генетику. То есть для каждого человека существует некий оптимум условий окружающей среды. Почему, например, считается, что лучше придерживаться традиций, корней, скажем так. Почему? Потому что люди с такой генетикой издревле жили в таких условиях, и они эмпирическим путём, путём подбора, перебора, угадывания нашли тот оптимум, который хорош для этой... Верно и обратно. В популяции, которая всегда живёт в одних и тех же условиях, отобрались те варианты генов, которые хороши для жизни в этих условиях. Вот на сегодняшний день, поскольку человечество очень активно перемешивается и очень быстро создаются, скажем, такие варианты генотипов, которые не были распространены в прошлом, вот вы сказали, что у вас две подружки там вышли замуж за китайцев, и, кстати, с точки зрения потомствуют очень хорошо. У них будут хорошие дети, красивые, самые красивые, умные и так далее дети. Метисы, как правильно. Да, да. Вот у нас даже... Противоречие тому, что говорил Гумилёв, кстати, сказать. Уже даже президентами некоторых стран становятся. Наука научится говорить вам, для каких условий создан ваш организм. Мы сможем, посмотрев на генетику вашего ребёнка, сказать, что вот здесь у него слабые места, скажем, ботлнеки, да, в его организме, и здесь нужно обратить особое внимание на это, вот на это и на это. И, допустим, пропишут определённую диету, допустим, да. Например. Какой-то определённый образ жизни, может быть даже климат. Ну, банальный пример, да, что, так сказать, есть люди, которые могут там сало есть спокойно, а есть люди, которым, так сказать, лучше себя ограничивать в холестерине, потому что вот у них есть склонность к отложению бляшек или что-нибудь таком. Про традиционный образ жизни есть очень красивый пример. Это люди, которые в Тибете живут, в высокогорье. У них просто по-другому... У них другие варианты действительно некоторых генов, которые им позволяют дышать разреженным воздухом. Там европеец там, ну, находиться может, но уже быстро ходить не может. А они там живут нормально. Это, так сказать, приспособление. Просто вот отобрались варианты, с которыми, так сказать, в этих условиях можно жить. Кстати сказать, я думаю, что если их в гор спустить на уровень моря, то им будет хреново. В первом приближении. Ещё раз спасибо нашим сегодняшним экспертам, докторам биологических наук, Михаилу Гельфанту и Денису Ребрикову. Ну, а нам с вами, дамы и господа, по-моему, действительно пора уже спуститься в каком-то смысле с гор, чтобы не было, по выражениям Михаила Гельфанта, хреново от непонимания того, что происходит с миром, в котором мы живём. Почему мы так нечасто задумываемся над этим? На что мы тратим своё время? Что смотрим по телевизору? О чём говорим с друзьями? Как вообще планируем своё будущее без этого знания? Может, нам просто страшновато? Ну, действительно, перспективу выбирать собственных детей, как в магазине, уже в обозривом будущем, действительно может напугать. Как и любой выбор. Как и любая форма ответственности. Как и всё новое, в конце концов. Но страх не лучший аргумент, и отсутствие информации не освобождает, как говорится, от ответственности. Так что уже в следующий понедельник, в 10 вечера, я продолжу разбираться с подобного рода вопросами здесь, в студии Финам.фм. Хотя бы в первом приближении, но мы должны понимать, как наука изменит наш мир уже при нашей жизни. Адрес нашего сайта, я напомню, на прощание.финам.фм. Я очень жду ваших откликов, замечаний, пожеланий, вопросов, комментариев. С вами была ведущая этой программы Елена Лихачёва. Прощаюсь с вами до понедельника. Это была программа «В первом приближении».